Всем привет, ребята! Меня зовут Лиза, батюшка Елизавета Дмитриевна, и сегодня я женщина-кушка. Есть кто не понял? Сегодня я буду отвечать на ваши вопросики, но прежде чем я начну отвечать вам на ваши вопросики про Китай и моё пребывание здесь, я хочу показать вам. Я нашла мастера по маникюру здесь. Это прекрасно. Это было очень сложно, но я нашла. Посмотрите на это. Сейчас все мои соседи общажные, они все дома, они все молятся, они все что-то передвигают у себя в комнате, но знаете, что это не должно мешать мне работать? Вы задавали мне очень много вопросов в Телеграме, в Инстаграме. Везде задавали много вопросов. Что хочется сказать? Многие из них повторяются, вообще как бы не относятся к Китаю, да? На них есть ответы. В других моих видео многие спрашивают про изучение иностранных языков. У меня есть отдельный ролик про иностранные языки. Почему я поехала в Китай? Как я получала визу? Все это есть в моем видео «Подступила в Китай». У меня не так много видео, поэтому пролистать их занимает секунд 30. Ответы на ваши вопросы там. Просто не вижу смысла по много-много раз отвечать на одни и те же вопросы. Вот. Но я не думаю, что это последний вопрос-ответ, поэтому если эти вопросы продолжатся, то, наверное, я все-таки на них отвечу. Первый вопрос. Много ли китайцев говорит по-английски? Я, конечно, со всеми китайцами незнакома и статистику не составляла, но по моим ощущениям никто по-английски не говорит. Это удивительно, насколько им удалось не пропустить английский в свою жизнь. Наверняка они его в школе изучают, хотя мне говорили, что они изучают какие-то другие языки. Но я вот спрашиваю, они других языков не знают. В общем-то, в основном они все говорят только на китайском. И, казалось бы, да, в каких-то таких местах по типу аэропорту, да, они должны говорить по-английски. Они говорят, конечно, но очень плохо, очень непонятно. В банке, например, в каком-нибудь Банков Чайна, в каком-нибудь большом отделении, в которое вот я приходила, там со мной говорили по-английски. Но при этом я ходила в Нунье, Инханг, типа тоже крупный банк. Но со мной там говорили только по-китайски, по-английски вообще ни слова. И чаще всего ни в одном кафе, нигде вас, ну, не поймут. Я очень со многими китайцами общаюсь, у них английский, ну, просто, ну, очень плохой. Это наш, ну, дай бог, первый класс уровень. Ну, дай бог, они знают, типа, там, одну грамматическую конструкцию и больше десяти слов. Я не знаю, как это так удалось им, но почему-то они очень мало говорят по-английски. Может быть, потому что мы в Ханчжоу находимся, в Ханчжоу, может быть, английский вообще никому не нужен. Может быть, в каком-нибудь Шанхае, Пекине больше людей говорят по-английски. Но я тут встретила, ну, ну, очень маленькое количество людей, которое могло бы как-то прям поддержать диалог со мной. Следующий вопрос. Как мне еда? Острая ли она? Мы находимся в провинции, где готовят неострую еду, то есть это не какая-нибудь там сычуаньская кухня, где супер-мега-пупер-острый. Я бы там, наверное, не выжила. Здесь ничего острого нет. Да, бывают какие-то такие, ну, пряные, так скажем, блюда, бывают острые, но это не так, что это прям невыносимо. Есть, однако мой кишечник, он, 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 он и такое не воспринимает, да, поэтому я здесь стараюсь вообще ничего острого в рот не брать, так сказать. Вот. Еда, еда, ребята, есть нечего. Я вот жаловалась об этом в Телеграме. Есть, правда, нечего. Все безумно жирное. Мне кажется, если есть днем, утром, вечером китайскую еду каждый день, можно приехать с язвой желудка. Мне, у меня такое чувство, потому что я сегодня ела кусок тофу, мне положили в блюде. Я вот так вот его сплющиваю палочками, а из него вытекает масло. Очень жирное. Я не знаю, как они сами это едят. Ну, конечно, если ты с детства, с коляски употребляешь кучу-кучу масла, наверное, твой желудок уже привыкает. Наши нежные желудки, мы с девчонками вот, ну, едим примерно одинаковое, ну, как бы, как бы бушуфу, как говорится. Немножечко как-то неуютно себя чувствует все-таки. Желудок, кишечник, что-то как-то ноет, поднывает, да. Мы всеми силами пытаемся искать какое-то что-то съестное, что-то привычное нашему желудку. И первые дни мы тут питались в основном в Макдональдсах да Бургер Кингах, потому что это было единственное, на что желудок как-то привычно реагировал. И можно было даже как-то обойтись, в принципе, и без диареи. Не все очень прям плохо, но чувствуется, что это ничего хорошего организму не приносит. Никаких витаминов, ничего, потому что все в масле, все проварено, прожарено в масле. Вот, поэтому мы отдельно покупаем овощи, покупаем огурцы, помидоры черри. Помидоры черри здесь, как я поняла, считаются фруктом, поэтому мы, по сути, для китайцев выглядим так, как если бы мы где-то увидели, как кто-то хавает киви с макаронами, да. Мы сидим, наяриваем, значит, томаты черри с курицей и рисом, и очень нам даже хорошо. Очень томаты черри прям повышают настроение, улучшают пищеварение. Мы хорошо прям отлично поели в Шанхае, там много кафешек, много такого западного, мы ели там тайскую кухню, мы ели вкуснейшую пиццу. Типа в Китае есть что поесть, но, например, в Ханчжоу, опять же, мы живем в студенческом городке, и рядом, ну, особо ничего нет прям, нужно идти и прям целенаправленно искать. Я уверена, мы в конечном итоге найдем. Но сейчас, как выглядит мой рацион, да, утром я покупаю либо какой-то йогурт, который не на каком-нибудь соевом молоке, потому что очень часто молоко обычное заменяется соевым, и у этого всего такой странный неприятный привкус. На завтрак пытаюсь находить какой-то йогурт, вот сейчас купили овсянку, самая обычная овсянка, которую вы заливаете водой, она невкусная. Я тут купила акациевый мед, я его заливаю и с ним ем, и долго даже, в принципе, есть не хочется. Вот, что-то такое на завтрак, чтобы не сильно давить на желудок, опять же. В обед или на ужин, чаще всего я тут ем где-то два раза в день, ну, иногда бывает три, да, у нас есть рядом тако-стейшн, ну, это такое место, там вот готовят всякие буррито, тако, но при этом там дядька делает, получается, курицу, пюреху из порошка и овощной салат со сметанным соусом. Это вообще какой-то подарок свыше сейчас. Либо можно такое же блюдо заказать с рисом, тоже будет овощной салат, тоже более-менее нормально. Иногда ходим в столовку, но там все жирное, бывает попадаешь в такой момент, когда уже все поели, просто китайцы завтракают в 6 утра, в 5 вечера у них уже ужин, где-то так. Бывает, приходишь, все какое-то уже полухолодное, неприятное, поэтому в столовую я не очень люблю ходить. Но там есть вкусные вареные пельмешки, например, на которые тоже нормально желудок реагирует. Можно что-то найти, да, но все равно все жирное, да, все жирное. Как я справляюсь с языковым барьером и сколько процентов понимаю в речи китайцев? Ой-ой-ой, ребята, ну процентов один я понимаю. Когда говорит учитель, я все понимаю. Когда говорят люди на улице, ну я могу понять какие-то простые фразы по типу, там, я не знаю, пойдем туда, поедим то-то, там, ну, что-то такое могу услышать. Но сейчас пока я особо ничего не понимаю в речи. Но, ребята, не расстраиваемся, да, не расстраиваемся. Переводчик с нами, переводчик в помощь. Если я вдруг на ютубе хочу что-то на китайском посмотреть и ничего не понимаю, то я использую функцию голосового перевода видео в Яндекс.Браузере. Там видео переводят нейросети, и не только с китайского, но со многих языков. Вот, как-то так вот и спасаемся, да. Так что выходы есть, как вот этих вот китайцев, этих их понимать, можно найти выход, короче. Какие тут люди? Что я вообще думаю про китайцев? Китайцы, мне кажется, очень милыми, у меня развязался бантик, очень милыми и интересными людьми. Странными, конечно, порой, да, странными, но очень милыми. По моим ощущениям, они совершенно, совершенно не избалованный, не избалованный народ. Их как-то очень легко удивить, очень легко впечатлить. Мы были вот в зоопарке, да, мы ходим, смотрим, думаем, ну что этот зоопарк, что мы тут не видели, в принципе. Они стоят, снимают там каких-то самых обычных птичек, там самых обычных попугаев наших. И так столько у них радости. И какие-то они все очень такие скромные люди. Такие они, вот, ну без агрессии какой-то. Они могут над тобой посмеяться. Могут, но без злоба. Они как-то вот, все пытаются как-то помочь, все как-то вот, ну, как-то вежливо, да. При этом они, например, в магазинах никто друг с другом не здоровается, спасибо не говорит, ничего не говорят. Все как-то молча, все скромненько, все как-то, как-то вот так вот. Люди мне нравятся, люди приятные, все спокойно живут себе жизнь, никто никого не трогает. Безопасно ли здесь? Ну, я считаю, что да, хотя, ну, это надо прям исследовать этот вопрос, ходить там, например, ночью где-нибудь, по дворам каким-нибудь. Но в целом здесь повсюду камеры, и вроде как Ханжоу считается чуть ли не самым безопасным городом Китая. Поэтому я никаких опасностей для себя тут не вижу. Тут низкий уровень криминала вообще, в принципе. Вот, ну и в целом очень блюдят, следят за тем вообще, что происходит. Когда дело касается безопасности, они там что угодно сделают. И тем более там, я в общежитии живу, я иностранец. Как бы там за нами прям глаз да глаз. Вот, поэтому я чувствую себя безопасно. Следующий вопрос про стиль одежды. Домодничают ли они. Я думала, когда я ехала в Китай, что тут все будут модничать. Потому что я смотрела вот эти видео с каких-то модных улиц. Как там все, в чем кто ходит. Приехала сюда. Опять же, очень большую роль, мне кажется, играет город. У нас тут такой спальный райончик, так скажем. Хотя население 11 миллионов, если я не ошибаюсь. Здесь все одеты скромно. При этом я в Шанхае еще сидела минут 40, наблюдала на вокзале. Как кто ходит. Тоже очень скромно. Я увидела, наверное, человек 10. Хотя народу там было дофига. Кто был прям как-то модно одет, да. Никаких я особо брендов не вижу. Все какое-то вот тоже, опять же, скромненькое. Очень много у них смешных футболок. Они из-за того, что английские знают плохо, да, в большинстве своем заказывают какие-то рандомные футболки. И ходят, черт пойми в чем. Но я вот не заметила, что кто-то тут модничал, придавал этому какое-то огромное значение. Все как-то практичненько, удобненько. Вот. Это вот то, что я заметила, увидела. Реально ли они подходят фоткаться к иностранцам? Я подтверждаю, да. Потому что к нам подошел мальчик. Во-первых, они просто здороваться любят. У нас несколько раз уже была ситуация. Мы гуляли. И привезли каких-то школьников, что ли, на экскурсию. Но вот ребята какие-то, прям толпа школьников, лет по 13, наверное, 14. Они увидели меня, две девочки, и такие... И они идут просто-таки. И я мимо них прохожу, и я слышу... Я поворачиваюсь, и они на меня смотрят, я... Вот. И несколько раз такое было, что просто идут они рандомные такие... И очень часто они восклицают, типа... Ну, у них это действительно... Сейчас кто-то напишет, да нет такого в Китае. Мои любимые комментарии, да нет такого в Китае. Вы это откуда вообще взяли? В Китае давным-давно никто не удивляется иностранцам. Потому что некоторые люди считают, что их опыт, он единственный опыт на всей планете. Вот если они жили где-то, и у них такого не было, значит нигде такого нет. В Ханчжоу действительно много смотрят на иностранцев, много удивляются. Нас часто спрашивают, откуда мы, таксисты часто начинают с нами разговаривать, деды какие-нибудь в магазинах, бабушки. Все часто как-то обращают на нас внимание. Да и в Шанхае я не скажу, что я много видела иностранцев. Это были выходные и праздничные. Ну, я так по пальцам могу сосчитать, сколько я там видела иностранцев, европейцев. Вообще никого нет. Я не знаю, где европейцы, почему они не приезжают в Китай, я не знаю. В Шанхае тоже очень часто смотрели. И прикол в том, что они подходили... Ну, был у нас случай, мы стояли в очереди, и парень сначала обсудил, что мы как бы иностранки. Они стояли там с друзьями. А потом подошел, встал сзади меня, и они его сфоткали на фоне нас. Забавно, да? Вот. Было такое, что мы стояли. К нам подошел мальчик, очень такой застенчивый, такой... Excuse me, can I take a picture with you? И сфоткался со мной, с Ариной. Долго настраивал фильтр. Как лучше сфоткаться? Мы все стоим, никак не сфоткаемся с ним. Любят они, да, фоткаться, фоткаются. Это удивительно для нас. Это как-то... Даже как-то странно, вот как вот так вот вышло, что... Ну, ребята, да, ну чем мы особо отличаемся-то от вас? Но это, на самом деле, вызывает удивление. Как я себя сейчас ощущаю? Подходит ли мне Китай по ощущениям? Через 4 дня будет месяц, как я сюда приехала. Я ощущаю, что... Мне кажется, да. Мне кажется, да. Я в целом очень мобильная, очень быстро адаптирующаяся. Да, мне было плохо где-то первые 3 дня, прям плохо. Я такая, я не понимаю, что я тут делаю. Мне тут все не нравится. Я ничего не хочу. Но потом я начинаю во всем видеть такой уют, такой комфорт, что сейчас... Первое время мне даже страшно было куда-то одной выйти. То есть я вообще не выходила одна никуда. Сейчас я уже спокойно везде гоняю. Потихоньку начинаю там как-то разговаривать, что-то там отвечать. Вот. И, ну, мне здесь нравится. На данный момент я бы сказала, что мне даже маловато будет года здесь. Но это пока я не знаю. Вот. Я ощущаю себя здесь комфортно. Мне здесь интересно. Мне здесь есть чем заняться, есть чему поучиться. И мне все нравится. Правда, мне все нравится. И я сейчас посчитаю, что это был верный шаг, что я сюда приехала. Ничего не ждала прям такого, что я прям почувствую, что моя страна, да. Но мне и в Корее было хорошо, и в Китае мне хорошо. Ну, в Китае, мне кажется, даже мне больше хорошо. Вот. Потому что я люблю привязываться к местам. Я понимаю, что я тут достаточно надолго. Поэтому я такая, вот, мое местечко. Вот я буду тут обрастать. Вот это все вот тут у меня все будет. Уже какие-то воспоминания появляются. Какие-то там планы дальнейшие. Вот. Все мне нравится. Ребят, простите, что я такая желтая. Вы же меня простите за это. Следующий вопрос, что я буду делать после языковых курсов. Честно скажу, что я пока не знаю. Я пока не знаю. Языковые курсы это, по сути, просто повод мой оставаться здесь. Но при этом я... Мне нравится изучать корейский. Ой, корейский. Нравится изучать китайский. И я понимаю, что года будет мало, чтобы достичь уровня, который я хочу. То есть, может быть, вернусь в Россию на полгодика, а потом снова уеду. Может быть, через полгода я скажу, все, я хочу в Россию, я больше не хочу в Китай. Я точно пока не знаю. Вот. Я просто хочу изучать язык, пока наслаждаться тем, что у меня есть. И я и так слишком много думала, что будет дальше. Поэтому сейчас я просто расслабила булки и ни о чем не думаю. Я просто студент. Мне просто нравится здесь находиться. Я просто наслаждаюсь тем, чего я так долго ждала. Вот. Поэтому я пока не строю никаких планов. У меня есть, по крайней мере, где-то полгода еще, чтобы подумать над тем, что я собираюсь делать дальше. Но пока, как бы, все движется по моему плану. Сейчас у меня нет каких-то глобальных целей. Я просто занимаюсь своим саморазвитием и просто делаю то, что мне приносит удовольствие. Вот и все. Сколько денег нужно было в начале? В начале... В начале это как? Чтобы вообще, в принципе, сюда приехать? Я поступала через компанию. И компания платила 100 тысяч рублей. 90 тысяч рублей за поступление. Но если вы про то, что вот вы приехали, да, и все, я могу отвечать только за опыт заселения в общежитие и на языковые курсы. Мне понадобилось сколько? Я заплатила сейчас 7 тысяч за обучение. Это вроде как со скидкой. И дальнейшая, как бы, стоимость за обучение, если она, как бы, будет там расти или что-то такое, будет зависеть от того, как я буду учиться на языковых курсах. А так я заплатила 7 тысяч за обучение. И что-то там 2 с чем-то за общагу, и что-то там 500 какой-то сбор. То ли за страховку, то ли за что-то еще. У нас сейчас, знаете ли, курс-то растет. Сейчас он уже 14 рублей, по-моему. И вот у меня, услугами которого я пользуюсь, у него там 14 с половиной, что ли. Вот. Поэтому я бы сказала, что нужно 1200. Если вы заезжаете вот так вот в общагу, вам нужно заплатить за обучение, за медосмотр, обжить комнату как-то. Потому что тут, ну, в общежитетских комнатах обычно ничего нет изначально. Вот. У меня достаточно много денег ушло на то, чтобы тут все докупить. Но вы понимаете, наверное, что я тут лампу покупала, парики покупала, приблуды всякие покупала. Поэтому, ну, вам эти траты, возможно, будут необязательны. Я бы сказала, что на начало нужно 1200. Даже, наверное, больше, ребят. Если я 10 тысяч отдала только за обучение с общагой, это уже на наш курс 140. Я бы сказала тогда 250-300, наверное, где-то вот так. Смотря какие у вас запросы. Медосмотр стоил в районе 450 юаней. Для женщин немножко дороже, чем для мужчин. Готовьте где-то 200-250 тысяч, я думаю, на первое время. Первое время оно самое такое затратное. Спрашивают, как я уместила вещи в чемодан. Никак. Они у меня не поместились, у меня было 5 килограмм перевеса. Я брала за собой всякие теплые вещи, пиджачки, всякое такое. В итоге я все это выложила. У меня сейчас из теплых вещей две кофты и водолазка. Что-то такое. А тут сейчас так похолодало, что я сегодня задубела просто. А сейчас только октябрь. Как бы. Да, надо как-то утепляться. Планирую вот тут всякие зимние вещи покупать. Потому что я знала, что я еду в 30-градусную, 35-градусную жару. Поэтому я с собой брала в основном зимние вещи. Ой, летние вещи, да, легкие. И все равно у меня чемодан весил 19,5 килограмм. Но у меня была большая аптечка, большая косметичка, тяжелый микрофон. 20 килограмм это, конечно, маловато. Но ничего, я выжила, я выжила. У меня вообще, это самая такая, одна из больших болей была моих. Я думала, как же я все с собой увезу. Потому что я большая шмоточница, на самом деле. У меня много вещей, которые мне пригождаются. Я люблю комбинировать вещи. Я люблю часто постоянно новое носить. В России пыталась модничать. Тут уже я ничего не пытаюсь особо, да. Вот. Ну каким-то, знаете, чудом, кстати, на Таобау заказала отличные джинсы. Они мне подошли по размеру. Это вообще вау. Там сидишь, играешь в морской бой. Пытаешься понять, какой размер тебе подойдет. По талии не прошла, по бедрам прохожу. Ну ладно, пусть по бедрам прохожу. По талии немножечко придется подужаться. Если что, все тут купите. Даже если у вас тут не уместится ваш чемодан. На Таобау все как бы подешевле. Все можно найти. Абсолютно все. Так что это... Можете налегке ехать, короче. Это уж я просто всегда переживаю. Что мне что-то понадобится, а этого не будет. Вот. Берите с собой лекарства, которые действуют на вас. У меня с собой ингалятор, ребята. То есть у меня на вот это вот место ушло. Разница между китайцами и корейцами. Что я увидела? Вообще я их не особо сравниваю, потому что в Корее я жила месяц, и я с корейцами-то особо не общалась. Я постоянно их путаю. Корейцы-китайцы. О, Господи. Но вот что я заметила, корейцы, они более такие тусовщики. Вот как мне показалось, я была в клубе в Китае и в Корее. Китайцев нужно прям долго расшевеливать. Корейцы, они там просто и танцевали, и всё время пили, и курили, и что-то там. Вау, вообще тусовка у них была. Пришли в клуб, значит, с китайцами. Они сидят. Просто сидят. Музыка играет, они сидят. Проходит час, приходит побольше людей. Теперь они просто стоят. Они не танцуют, они стоят. Потом, через минут сорок, приходит там, ну, не типа диджея, а такой зажигала, который Put your hands up. Show me what you got. Вот такой вот. И они начинают немножечко танцевать. То есть как-то вот так. Уже вот так. То есть только через где-то два часа уже как-то толпа начинает как-то слаженно немножко подпрыгивать. Но это всё равно не прям тусовка. Это как бы чуть-чуть так слегка-легко подпрыгивают. При этом корейцы как будто тише китайцев. Китайцы, они очень эмоциональны. Они очень ярко свои эмоции. Вот что-то его удивило. Он что-то они идут обсуждают, кричат, кричат. Думаешь, наверное, ну, что-то случилось. Наверное, кто-то расстался с кем-то, с парнем расстался. Я не знаю, кто-то, кто-то, не дай бог, погиб, да. На деле они там обсуждают, какие вкусные помидоры они там купили. Я не знаю. Какая у них там это, помада как цвет им идёт. Вот они идут, а орут. Вот просто. В плане вот культурного вот этого, что китайцы типа там это, рыгают, харкают. Это правда. Мужчины харкают и рыгают. Это абсолютно у них нормальное. Да, когда кто-то харкает, у тебя прям под ухом очень громко. Это мерзко, это мерзко. То, что рыгают, ну, как будто бы, ну, ладно, рыгают и рыгают. Чтобы кто-то пукал, я не слышала, не чуяла даже, я так скажу. Но они действительно рыгают и харкаются. Это для нас это прям дикость какая-то. Для нас это прям какая-то вот мерзость, да. Для них это нормально. И не скажешь, как бы, что они невоспитанные люди. Просто у них это считается нормой. При этом, что еще заметила, китайцы более заинтересованные и открытые к общению с иностранцами, как мне кажется. У них они более любопытные. Как я говорила, их более как будто легко удивить. Они какие-то более такие открытые. Они тебя, конечно, стесняются, да. Но при этом они как-то дружелюбно настроены. Они фоткаются, подходят, они что-то спрашивают, они здороваются. Они любопытные, они не избалованные. Не сказать, что корейцы избалованные. Корейцы просто, ну, никак на тебя не реагируют. А китайцы, они такие, типа, о, прикольно как. Новый опыт какой-то у них. Мне кажется, китайцы какие-то более добродушные, более мягкосердечные. Но это глупо так говорить. Нельзя всех обобщать. Вот, ну, невозможно как-то, мне кажется, даже невозможно нацию какую-то описать какими-то эпитетами, да, какими-то прилагательными. Наделить их какими-то качествами. Потому что есть наверняка и какие-нибудь эти недружелюбные китайцы, которые... И есть китайцы, которые не харкаются, да, например. И есть корейцы, которые не умеют в клубах танцевать. И есть китайцы, которые в клубах просто разносят этот клуб. Больше не знаю пока что сказать. Я буду дальше наблюдать. Но, опять же, у меня маленький опыт общения с корейцами. Вот. У меня с китайцами намного больше опыт общения. Дорожное движение. Несмотря на то, что тут безопасно, движение дорожное тут бешеное. Ещё этот студенческий кампус. Ой, зачем они вот на вот этих велосипедах и мотобайках едут по пешеходным дорожкам? Я без понятия. Я не знаю. И вот это всё, вот этот поток машин, людей, мотоциклов, мотобайков. Я первое время только и делала, что материлась, когда ходила. Потому что, ну, тебя подрезают. Тебе не дают пройти. Пешеходам редко кто уступает. То есть у нас, если светофора нет, да, на пешеходном. Ты вот так встаёшь, смотришь, и они все останавливаются. Тут ты как бы слабое звено. Ты как бы на подсосе, так сказать. Ты, ну, ты пешеход. Стой, жди, пока все проедут. И все реально едут. И только если ты уже выйдешь на эту проезжую часть, ну, конечно, давить они тебя не станут. Вот. Но нужно ходить осторожно. Я была прям свидетельницей этой. Ну, не аварии, но там чел прям чуть ли не врезался в машину на мотобайке. Ему пришлось врезаться в бордюр. А он доставщик. У него всё вылетело, выкинулось. Я уверена, кто-нибудь кому-нибудь на ногу точно наступал. У нас даже... Мы когда выходим из университета, я не помню, я снимала это когда-нибудь или нет. Я попытаюсь поискать у себя в галерее. У нас очередь на выход из университета. То есть у нас вот к пешеходному переходу. И там половина на мотобайках, половина на велосипедах. Иди только смотри, чтобы тебе никто на ногу не наехал. Понимаете? Все ждут, стоят светофоры. Там вот такая куча накапливается, вот этого потока людей. Уже ко всему привыкаешь. И к велосипедам этим бесконечным. Бесят они, конечно, да. Вот такая вот дорожка. Идёт дождь, и вы все с зонтами. Там низкие деревья. Зонт зацепается об листья. Вы идёте по этой узкой дорожке. И едет на мотобайке. И пипикает. Ты думаешь, да что ж ты тут делаешь-то? Вот твоя дорога. Ну, езжай ты туда. Нет им рень переехать на соседнюю сторону, чтобы ехать в нужную им сторону. Нет! Они будут ехать по пешеходной дороге. И ссать они хотели на то, что вы тут идёте. Спрашиваю меня про поступление с агентством. Довольна ли я вообще? Поступала, да, я с агентством. Ой, ну что сказать, что сказать. Если бы мне сказали оценить стоимость услуги самой, да, я бы оценила, конечно, не в 90 тысяч. То есть, да, понятно, там переводили наши документы, подавали их в университеты. И вроде как вовремя сообщали какие-то новости. Ну, 90 тысяч, ребят. Это можно сделать самому, если подольше прям запаяться, да, за меньшую стоимость. Ну и то, что они дополнительно просили деньги за трансфер, за поход за симкой, за банковской картой. Это всё бесплатно. От универа можно было сходить самим. А они за это требуют, там, чтобы вы до этой общаги добрались 20 тысяч. Чтобы с вами за симкой сходить, за банковской картой 5 тысяч. Зачем? Господи. Вот. И часто были какие-то несостыковки. То есть, вот, тянешь информацию клещами. Как будто бы хочется, чтобы тебе вот эту всю информацию по полочкам разложили. Я плачу вам 90 тысяч, блин. Ну, можно мне как-то всё расписать? Конечно, всё оказалось там условно проще, чем я думала. Но вот никогда человек не был в Китае. Но ему правда важно знать какие-то моменты. Вот мой первый, опять же, вопрос к агентам был. Можно я буду жить одна? Можно ли мне университет, в котором я буду жить одна? Можно ли мне общежитие с... Это университет с хорошими общежитиями. Могу ли я жить вне кампуса? Мне говорят, да, 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 вы можете. Да, 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 можете. Потом приходит приглашение, где написано, нельзя жить вне кампуса. На самом деле можно. Но это просто сложнее, чем если бы, как бы, можно было бы сразу, да, жить вне общежития. Можно там найти выход, попросить разрешения, да. Но зачем вы вводите заблуждение и говорите, да, всё можно. Можно вам в университет, в котором будет одна местная общага. Можно и туда, и сюда. Да, можно вместе поселить. Но если вы не уверены, то зачем же вы говорите с такой уверенностью? И то, что, например, вот, ну, ситуация была. Я спрашиваю вопрос. Задаю пять вопросов. Меня отвечают на последний, да. Ну, может быть, мои первые четыре вопроса, они не такие важные. Ну, что же мне на все-то, я имею в виду, не ответить? Вот говорю, как было. Как бы у меня претензий нет. Я считаю просто, что слишком дорого. Но я согласилась на эту сумму, у меня нет оснований никаких претензий предъявлять. Я просто считаю, что, ну, то, что мы тянули клещами инфу какую-то, ну, это, это уже, как бы, не совсем правильно, да. Условно я там это, спрашиваю, какие документы нужны для... А, у меня вопрос такой был. Говорю, что-то нужно, кроме оригиналов, копий, приглашений из универа, паспорта и фотографии для подачи на визу? Мне поступает вопрос. Зачем копии? Копии никому не нужны. Я говорю, копии нужны всегда. Их всегда нужно с собой носить. В итоге прихожу в визовый центр. А, говорю, копии нужны всегда. Я говорю, ну, вы на мой вопрос-то ответите? Мне говорят, какой вопрос? Я не понимаю вашего вопроса. Я говорю, что-то кроме паспорта, копии, оригиналов, приглашений нужно? Нет, не нужно. Хорошо. Сходила в визовый центр, у меня забрали только копии. Оригиналы просто посмотрели. Я пишу сразу, здравствуйте! Копии нужны, я только что из визового центра. Почему я должна эту информацию докладывать агенту? Почему он не знает о том, что нужны копии? Почему я должна это докладывать? Не знаю. Может быть, у них... С китайцами тоже сложно договориться. Я понимаю, что это сложная работа. Что вам нужно коннектиться с университетом. И это трудно, наверное. Бывает тут, находишься в Китае, фиг договоришься, фиг найдешь. Того, кто тебе нужен. И никак ни с кем не договоришься. Что-то попросишься, скажут, сделаем, не сделают. Но вы берете большие деньги за такую работу. Поэтому ожидается хорошее качество. Anyway, я здесь, я поступила. Я согласилась на эту цену. Каждый сам решает. Каждая компания сама решает, какую цену им ставить. Нет претензий. Вот, просто говорю как есть, что, скорее всего, все компании примерно так и работают. Они как будто бы сами ничего не знают. Ладно, мы, лбы взрослые, уже едем, сами премся, да. А некоторые родители своих детей отправляют. И им нормальную информацию не могут сказать. Но кто-то остался абсолютно доволен. Это уже я вот как бы жду какого-то прям excellent качества. Ну, поступила я, поступила. Хорошо. Спрашивали меня, что нужно для поступления на языковые курсы. Я бы сказала, ничего кроме вашего желания и денег. Да. Если у вас есть деньги и желания, вы можете поступить на языковой курс. Правда, не в любой университет. Может быть и в любой, если вы напрямую будете подаваться, но через компанию. Поступить в любой университет, который указан на их сайте, может быть невозможно. Может быть перечислено много университетов. А на самом деле поступить можно там только в несколько. Ну, как бы, это нужно узнавать. Вот. Опять же, никаких экзаменов сдавать не надо для языковых курсов. Что по ценам меня спрашивают? Дороговато, ребят. Хочется сказать, дороговато. Когда 14,5 рублей у нас, 1 юань. Это вообще жопа. Это дорого. Как ни странно, зашли в Nike Outlet. Да. Ну, казалось бы, Outlet это типа, где старые коллекции, где должно быть подешевле. Я 7 тысяч рублей потратила на футболку и штаны. Обычные. Вот самые, что ни на есть, обычные. На Таобао все подешевле. Вот. Овощи, как ни странно, с фруктами дорогие. Непонятно, как ценообразование иногда делается как-то. Вот непонятно, почему такая цена за одно и такая цена за другое. Я вам, может быть, попозже как-нибудь расскажу побольше про цены. Я просто, честно сказать, особо не слежу. Но сейчас, ну, дороговато, ребят. Дороговато. Я бы сказала, что я примерно столько же, сколько в Питере тратила, трачу. Вот. Потому что мы... Даже готовить, мне говорят, да, дороже, чем, например, ходить куда-то есть. Продукты вот дорогие. Услуги дорогие, там, лазерная эпиляция какая-нибудь. Ну, у нас там, я не знаю, не особо разбираюсь, но девчонки сказали, что сколько там, 15-18 тысяч за один сеанс на все тело, это дороговато. 18 тысяч рублей. За один сеанс это дороговато. Наверное, дороговато, да? Кварт, ну, недвижимость тоже, как бы, достаточно дорогая. Вот. Вчера была у девочки, она снимает комнатку, прям комнатку за 20 тысяч рублей. Ну, в общем, такие цены-то. Много ли друзей завела в Китае? Ну, я не скажу, что я прям кого-то завела здесь, на самом деле. Мы здесь, как бы, все по велению судьбы, да, со всеми общаюсь, но, как бы, каких-то прям близких-близких-близких взаимоотношений у меня здесь ни с кем нет. Вот. С китайцами, ну, что-то там общаемся, конечно, да, но пока никаких прям друзей-друзей прям у меня тут нет. Но я как-то и сама немножко в себя ушла, как-то все в себе, все в себе. Ну, и последний вопрос, ребят, последний вопрос, самый, наверное, важный. Когда же я встречусь с Зубаревым? Ребят, я уже просто не могу. У меня везде в комментариях его отмечают. Мне все время про него пишут. Ребята, я вообще... Ему-то я зачем, собственно? А мне он зачем, собственно, ребята? Я вообще не слежу за ним, за его творчеством или чем он занимается. Не знаю, видела его пару раз, да, ребят. Давайте это будет наш локальный мем, да, когда же я все-таки встречусь с Зубаревым. Может быть, когда-нибудь и встречусь. Но как-то непонятно. Такой ажиотаж это вызвало. Просто повсюду у меня один сплошной Зубарев. Как Зубарева зовут-то, ребят? Вы мне хоть скажите. Я что-то один Зубарев, Зубарев. Никто мне имя не написал. Одна фамилия только. Это что такое? О, господи. Ну, ладно. Все, ребят, на сегодня закончили. Я, блин, снимаю. У меня уже 55 минут я смотрю. Понимаете? Насколько я много могу балаболить. Это, конечно, не все вопросы, которые мне задавали. Но... 55 минут, ребят, уже. Мне это все еще монтировать, да? Смотрите, что у меня есть. Чай такой вот. Заказали мне, купили. Позаботились обо мне. Сейчас открою себе лапшу. БПшку. И буду пересматривать Мистер Икс и делать домашку по-китайскому. Сейчас воскресенье. Ой, суббота. Сейчас суббота. Мы сегодня учились за выходной в четверг. Ой, вообще весело. Замечательно. Диктант сегодня писал. Короче, у меня много сегодня. Да прекратите вы, господи. Одни впечатления сегодня сплошные. Короче, все. Соседи начали перестановку. Это значит, что пора заканчивать. Спасибо вам большое за просмотр сегодняшний. Надеюсь, вам было интересно. Простите, если не ответила на ваш вопрос. Это значит, что я на него... А точно, когда-нибудь в будущем отвечу. Потому что мне тут еще год куковать. Я думаю, у меня еще много чего появится вам рассказать. Вот. Я вам желаю всего самого наилучшего. Желаю вам хорошего вечера, утра, дня, ночи, whatever. Говорю вам... Цайден! Что по-китайски значит, до свидания. Желаю вам удачи. И пока-пока.